всем здравия ну вот и наступило мое второе посещение курганов первое как как вы знаете кто смотрел первое место посещению курганов было был поселок шаминка и на основании на основании этих двух посещений у меня родились такие выводы что курганы это те же технические сооружения что и дольмены ну и что и пирамиды что и полигональные кладки и и прочее в этом роде откуда это ко мне пришло курганы также находятся у рек как и дольмены как и пирамиды как и как и все остальное возле источника воды также при осмотре при осмотре вот этих курганов которая снял в этом видео которое находится недалеко от той деревни в которой вырос когда-то давно в детстве я бы бывал на одном из курганов который большой который первое в этом видео я посетил но с детства я уже ничего не помню как мне кажется он даже был не было разрыты а может и был просто и не помню при посещении этого кургана в этот раз я обнаружил что там торчит из места разрытия этого кургана я не знаю кем он был разрыт то ли какими-то научными сотрудниками археологами или или просто какими-то ворами не знаю но там в этом месте разрытия торчит плита плита или камень песчаник песчаник здесь в округе таких камней ну может быть где то есть выходы но вот таких в ограниченных местах песчаника наподобие плит они есть но такая довольно редкое явление здесь в ростовской области и то есть возникла мысль что дольмины тоже сделаны из песчаника что тут есть тоже какое-то сходство ну возможно я ошибаюсь также курганы они располагаются группами это можно видеть видео про шаминские курганы там их несколько штук четыре может больше четырех штук здесь два то есть вот видео первое это большой который явно видно что это курган второй поменьше то есть по ходу видео видно что вот я от большого потом пошел к малому кургану он тоже видно что он явно курган затем я пытался с малого кургана рассмотреть возможные ближайшие еще курганы еще курганы но но как мне показалось их там больше не было было после малого кургана я еще прошелся и там по видео видно что я хожу там по одной возвышенности как мне казалось возможно это был курган и затем потом я пошел вдоль реки когольник по ходу течения этой реки еще есть одна возвышенность у этой реки но сказать что это курган навряд ли навряд ли это навряд ли это курган но место тоже похоже что какой-то возвышенности она как будто бы полая что ли но это место оно все перекопано где-то перекопано где-то воронки еще со второй мировой войны как я слышал что на этой возвышенности якобы была раньше деревня вот это моя деревня раньше была там но мне кажется что навряд ли просто там на этой возвышенности есть всякие остатки фундаментов каких-то там поселения но мне кажется что это либо с военных каких-то времен там что-то осталось либо просто когда были колхозы там было может быть что какое-то место типа бригады нас колхозе былоrer в нескольки бригад и тоже были места где было несколько строение столовая конторы там еще что-то и было таких бригад несколько и это было такое такое как небольшое поселения с нескольких строений Вот это могло быть, как мне кажется, тем же самым, что там не деревня была, а просто было что-то от колхоза Ну, может, я ошибаюсь Но сейчас это место, как мне кажется, что это не курган, потому что оно довольно масштабное И все оно просто перекопано, видимо, какими бойсковиками или просто копателями Все перекопано, на видео видно, ну, каких-то явных признаков, что это курган, нет Только что он находится у реки Еще заметил такую особенность, тоже схожую с дольменами Дольмены, к примеру, места, где они стоят, сами дольмены, часто они, ничего не растет Прямо вот, нарушая, скажем так, сам дольмен То есть обычно это место такое, там нет деревьев Прямо, которое где-то, ну, как-то прям рядом, рядом, рядом растет В притык к дольмену деревья не растут обычно Ну, и нет какой-то такой густой растительности у дольмина То же самое можно наблюдать и на курганах Они обычно лысые, там нет деревьев Ну, типа, как вот, на действующем, скажем так На действующем объекте, который, как бы, работать, что ли, можно так сказать Я раньше этого не замечал, но посмотрел видео одного человека И он вот такую теорию, свою идею высказал С чем я, наверное, даже могу согласиться Потому что наблюдение такое есть Там, где, типа, действующий дольмен или, я так понимаю, курган Там нет какой-то будной растительности Вот такое наблюдение произошло Думаю, что я побываю еще на каких-то курганах Здесь, недалеко от деревни, где-то в километрах 8 Еще есть курган Также на этой же реке Кагальник находится Возможно, побываю там Тоже явный курган И на основе На основе вот этих всех наблюдений Я прихожу к выводу, что, как бы, в каждой локации Есть какие-то свои сооружения То есть здесь курганы На Кавказе дольмены Еще где-то, возможно, еще какие-то сооружения есть Там, где-то, там, в Карелии Сейды Ну и так далее И что все эти сооружения, они каким-то образом воздействуют на что-то Вот Возможно, на какие-то вот аномальные, какие-то какое-то воздействие они имеют В той же Ростовской области, к примеру Много всяких аномальных воздействий И, кстати, негативного характера В том же Ростове очень много происходит аварий Вот Есть аномалии, и они не очень положительные И, возможно, каким-то образом Ну, это такие, скажем так, мои фантазии Что каким-то образом в этом участвуют Такого рода сооружения Ну, может быть, и нет Так что На этом все, в принципе Приятного просмотра Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Продолжение следует... 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 Продолжение следует...